Мир и дорогая церковь! Я думаю, с братом Петром согласиться сказать аминь и пойти по домам. Но давайте еще буквально 10-15 минут, может чуть-чуть больше. Хотелось бы заострить внимание с праздником Троицы. Знаете, вот Пасху празднуют многие, да, иудеи празднуют Пасху. Есть другие еще праздники, которые мы где-то соединяемся. Но праздник Троицы, он только праздник для христиан. И это очень важно понимать. Смотрите, я вот думал, размышлял и думаю, как можно человеку неверующему объяснить, что такое Троица. Но когда ты говоришь, что Бог един, Он же един, аминь, аминь. Но Он в трех лицах, правда? Правда. Поэтому здесь хочется, чтобы мы все немного поразмышляли и подумали, как правильно мы можем людям донести благую весть, кто такой Бог Отец, кто такой Бог Сын Иисус Христос, кто такой Бог Дух Святой. Чтобы это было доступно, чтобы это было понятно, чтобы это можно было объяснить. Я не буду читать Деяния 2 глава. Я думаю, сегодня мы много раз слышали. И, конечно, мы там читаем. И там начинается с первого стиха так, при наступлении Дня Пятидесятницы. И не знаю, как вы, но вопрос задается, почему вот этот 50-й день, он был важный. То есть в христианском мире мы привыкли на День Пятидесятницы. Мы говорим, что это сошествие Духа Святого. Мы знаем, когда ученики собрались, когда были ученики там, и на них сошел Дух Святой. И это было видимое явление. Мы видим и читаем это в Библии. И те люди, которые увидели, что с ними произошло, они, конечно, вначале очень сильно возмутились, они очень сильно усомнились, даже говорили, что они находятся под каким-то влиянием. Но потом, когда братья начали проповедовать, и Дух Святой дал им силу, вы знаете, в новом переводе, мне нравится, в новом русском переводе написано так, что их сердца, они в совести были замучены. То есть когда они услышали эту благую весть, они поняли, что им нужно покаяться, и они спросили, что нам делать, мы же братья. И Петр тогда сказал, покайтесь, и признайте Иисуса Христа, и Дух Святой войдет в вас, и вы станете Его детьми. Вот так организовалась церковь, вот так организовалась церковь. Но слово «пятидесятница», правда, происходит от слова «пятидесятый день», и к этому дню после Пасхи, если вы помните, когда Моисей вывел израильский народ из Египта, помните, да? И Пасху они должны были кушать поспешно, они должны были помазать косяки дверей, они должны были это сделать для того, чтобы не потерять своих перенесов, для того, чтобы быть защищенными. И это тот шаг, когда Бог выводил свой народ из рабства. Мы понимаем, что народ Бог выводил из рабства, и на «пятидесятый день» они подошли к горе Синай, и около горы Синай Господь говорил с Моисеем. Господь говорил с Моисеем, и после этого образовался праздник, который называется «праздник Седмиц», на еврейском языке говорит «шавот», который был установлен еще во времена Моисея. И, в принципе, первое, что произошло, они получили десять заповедей, но также это праздник, который еврейский народ праздновал, как первый плод. То есть они получали первый урожай, и это почему на тот момент евреи в Иерусалиме были собраны. Они были собраны с разных регионов, с разных стран, и для них это был очень важный праздник, когда они собирались вместе. Но для нас самое простое, самое легкое, что мы можем объяснить и сказать. Мы сегодня слышали это несколько раз. Брат Сергей говорил, наш пастор, он говорил, что это рождение церкви. И это правда. Это рождение церкви. Подумайте, пожалуйста, для нас это привычно и обычно. Мы говорим «церковь», но во времена Иисуса Христа не было церкви. Когда Иисус Христос был на земле, были синагоги, были храмы, были капища. Мы читаем это в Библии, и в Ветхом Завете мы видим и знаем, что были совсем другие храмы, где собирались люди, когда они поклонялись, когда они приносили жертвоприношения. Но как церковь сама, как общество, даже как здание, они в принципе не существовали. Их не было. Поэтому по-настоящему первое, что мы должны понимать, когда произошел праздник Троицы, это рождение церкви. То есть это не храмы, это не синагоги, не капища, но церковь, церковь, собранная из живых людей, те, которые стали детьми Иисуса Христа и решили следовать за Ним. Еще можно сказать, что праздник Троицы – это сошествие Духа Святого на землю. И это правда. До прихода Иисуса Христа и даже хождения по Его земле, то есть Дух Святой, Он сходил на пророков, Он говорил, Бог давал, изливал Своего Духа на них, и они могли идти говорить пророчество или говорить Слово Божие. Помните тот момент, когда Моисей, он столкнулся, когда он был на горе Синай и был с Богом, люди не могли на него смотреть, они отворачивались. То есть это настолько было сильное явление, но здесь мы видим, что Иисус Христос говорит, «Я вам дам утешителя, я вам дам того, которого вы будете знать, что я с вами». То есть вы не будете скучать по мне, и вы будете знать, что я в вас, и вы будете знать, что я с вами. То есть сошествие Духа Святого – это очень важно. Еще очень важное – это представление Духа Святого как личности. В принципе, вот здесь мы первый раз видим и понимаем, что для евреев особенно это было, для них это просто было уму непостижимо, потому что вся Тора, она учит, что Бог един. И мы прочитаем несколько мест Писания, когда Бог един, не может другого быть Бога, не может быть других богов. А здесь Иисус Христос, который приходит и говорит, что Он не просто пророк, как называли Его люди, а Он Сын Бога Всевышнего. То есть это то богохульство, которое они не могли своим умом понять, для них это было абсолютно непостижимо. А тут еще мы получаем Духа Святого, которого мы почитаем и понимаем, что это Бог, это Бог, которому мы также поклоняемся, и это Бог, который в трех лицах, но един. Господь наш един. Смотрите, мы читаем в Матфея, 28 глава, с 18 по 20 стих, мое любимое место, Матфея 28 глава, с 18 по 20 стих, и приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле, и так идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Духа Святого. Первый раз, когда мы слышим, где Иисус Христос говорит, что мы должны идти учить, мы должны нести Евангелие, мы должны крестить людей, тех, которые хотят следовать за Ним, и здесь мы говорим, что это происходит во имя Отца, это происходит во имя Сына, и это происходит во имя Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века, аминь. Говорит Писание так. Вот здесь ученики, они начинают понимать, потому что Иисус был с ними, Он их учил, Он их предупредил, Он им сказал. Но те люди, которые не слышали о Боге никогда, им нужно доносить эту благую весть, говорить о том, что Дух Святой реальный, что Дух Святой в нашей жизни, и я верю, что каждый христианин, то ли я в молодежном хоре, то ли я в церкви, то ли я старший, то ли я в служении, каждый из нас, чтобы имел уверенность, что Дух Святой живет в нас. Братья и сестры, аминь. Это очень важно. Это очень важно. Если мы не имеем уверенности Духа Святого в нас, у нас, скорее всего, нет уверенности в спасении. Поэтому нам нужно проверять себя, нам нужно понимать, что Дух Святой живет во мне, что Дух Святой действует во мне. И мы с вами будем смотреть несколько мест Писаний и учить, распознавать, как Дух Святой может быть в нас. Итак, великая миссия призвания каждого христианина и распространения благой вести на этой грешной земле это наше призвание. Это наше призвание. Поэтому только в христианстве мы говорим, что Бог един в трех личностях. Мы говорим Бог Отец, мы говорим Бог Сын Иисус Христос, мы говорим Бог Дух Святой. И смотрите, что говорит Писание в Таразаконии 6.4 говорит так, слушай Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. Так говорит Господь, Исайя написана в 44.6 Так говорит Господь, Царь Израиля и Искупитель Его, Господь Савовов, я первый и я последний и кроме меня нет Бога. Это то, что говорит нам Писание. И когда израильский народ или люди начинают слышать, что есть Бог Отец, что есть Бог Сын и есть Бог Дух Святой, они правда приходят в замешательство. Вы знаете, по своей работе у меня много людей, с которыми я сталкиваюсь, очень тяжело говорить с мусульманами на эту тему. Очень тяжело. Практически нереально. Я думаю, не знаю, у меня такого не было, вот говорить с ортодоксальными евреями, но скорее всего я думаю, что это будет камень преткновения для них тоже. Потому что знаю Тору и Учай, и это написано в Ветхом Завете, то, что мы с вами прочитали, написано в Ветхом Завете. И они это почитают. И мы это уважаем, и мы это почитаем. Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть. Шма Израиль, это то, что говорит любой еврей, и они говорят о том, что Господь един, и не другого Бога. Это почему их сердца на сегодняшний день ожесточенные, и они не могут принять Иисуса Христа. Они не могут своим умом понять, что есть Бог Иисус Христос. Поэтому нужен Дух Святой. Господь наш Отец, Господь наш Отец, сия же есть жизнь вечная, да знаю тебя единого, истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа. Это Евангелие от Иоанна 17, 3. Смотрите, сия же есть жизнь вечная, да знаю тебя единого, истинного Бога. Истинный Бог. Мы еще раз видим, что Бог един, но мы видим, что Иисус Христос был послан нашим Богом, нашим Творцом, и здесь задается вопрос, ну как это? Ну что это? Господь Бог и Господь Иисус Христос это одно. Давайте мы с вами откроем первое послание Коринфянам, 8 глава, 6 стих. Первое послание Коринфянам, 8 глава, 6 стих написано так. Но у нас, христиан, но у нас, христиан, один Бог-Отец, из Которого все мы, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы им. Ну вот, встречаемся мы с человеком, и мы говорим, у нас, христиан, один Бог-Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос. И здесь человек начинает думать, слушай, так подожди, Бог-Отец, Господь Иисус, что происходит? Нет, мы понимаем, что праздник Троицы говорит о том, что Бог един. Но есть три личности, мы с вами поговорим, даже как нас Бог создал, и мы увидим, что даже в нас есть те, вот три, грубо говоря, ипостаси, которые есть у каждого абсолютно человека, и они нужны каждому человеку. Вот эти три естества. Мы по-настоящему знаем и верим, что Господь один Бог, мы все из Него, и мы для Него, и также один Господь Иисус Христос. Это говорит нам послание Коринфина. Теперь, когда мы читаем и узнаем, хорошо, Господь наш Бог, а как насчет Иисуса Христа? Фома, если вы помните, когда встретился с Иисусом Христом, какие слова он сказал? Помните? Господь мой и Бог мой. У него не поворачивался язык сказать по-другому. Понимаете? Он не мог по-другому сказать, когда увидел Иисуса Христа, тот Фома, которого мы называем неверующим, он сказал то, что запечатлено в Писании, и мы читаем, и мы постоянно понимаем, Фома, как и мы, которые не видели Иисуса Христа, мы говорим и признаем, и говорим не просто в ответ, как Фома, мы говорим, Господь мой и Бог мой. Господь мой и Бог мой. Сколько раз мы приходили к Иисусу Христу, вспоминая ту смерть на Голгофе, каждый из нас, особенно, когда происходит что-то в нашей жизни, особенно, когда происходит какое-то спотыкание греховное, особенно, когда происходит падение, и молодежь, хочу вам сказать, не стесняйтесь, не бойтесь, все, что бы ни происходило в вашей жизни, все, что бы ни происходило в вашей жизни, будьте вот тем Фомой, который сказал и сказал так господь мой и бог мой склоняйтесь перед иисусом христом и говорите эти слова потому что это то что в тот момент перевернула полностью фому это тот момент когда он сказал все я иду за тобою я понял я осознал что ты господь мой и бог мой ибо в нем в иисусе христа обитает вся полнота божества телесно это касается послание колоссянам 29 а теперь давайте мы посмотрим на духа святого когда мы знаем что дух святой есть бог также в деяниям 2 глава когда вы читаете и пророк говорит так что и залью своего духа а это говорится о духе святом но в послании к евреям к самим евреям послание к евреям 3 глава 7 стих написано так посему как говорит святый ныне когда услышите глаз его не ожесточите когда говорит дух святый ныне когда услышите глаз его не ожесточите сердец ваших как во времена ропота в день искушения в пустыне где искушали меня отцы ваши испытывали меня и видели дела мои 40 лет послание к евреям напоминание когда он берет их возвращает в ту пустыню и говорит что дух святой который говорит вам когда вы его услышите глаз не ожесточите тех сердец в деяниях мы читаем когда они услышали и когда дух святой коснулся их сердце было замучено совестью потому что они поняли те люди поняли те три тысячи мужчин которые покаялись и больше они поняли что они не могут изменить себя им нужен дух святой который может их вести вот это благословение которое имеет христианин нет ни одной религии нет ни одной религии абсолютно нет ни одной религии которая уверенно может сказать что я спасен кроме христианства и это не религия это то что мы чем живем потому что я даже не хочу это назвать религией для людей которые не верующие в этом мире это религия как какая-то другая как буддизм как мусульмане как иду а и как любая другая религия которую мы называем толерантно но для меня христианина это моя жизнь это не религия это моя жизнь это мое существо когда я уверен что дух святой есть во мне когда я уверен что я живу с богом в контакте когда я уверен что я могу прийти к иисусу христу бог он говорил людям разными методами вы знаете никогда не задумался это первый раз когда я сел и задумался о том когда и когда бог вывел израиля из за из египта и на 50 день они подошли горе они подошли горе и моисей поднялся это исход 19 глава здесь написано так с 3 стиха я буквально коротко прочитаю моисей взошел к богу на гору и возвал к нему господь с горы говоря так скажи дому яковлеву и возвести сынам израилю вы видели что я сделал египтянам и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и при принес вас к себе итак если вы будете слушаться глаза моего и соблюдать завет мой то будете моим уделом и всех народов ибо моя вся земля а вы будете у меня царством священников и народом святым вот слова которые ты скажешь сынам израилевым и пришел моисей созвал старейшин народа и предложил им все сии слова которые заповедал ему господь и весь народ отвечал единогласно говорят все что сказал господь что сделаем исполним получили 10 заповедей придумали кучу законов после 10 заповедей когда поднялся моисей на 40 дней 40 ночей все что они сказали было обманом исполнили ли то что они пообещали богу как они могли исполнить когда слили золотого тельца начали ему поклоняться так подождите буквально немного немного времени тому назад моисей пришел предложил это все сказал все эти слова вы только вышли из израиля из египта вы только вышли из рабства вы получили свободу вы хотите жить в свободе исполним господь ты такое чудо совершил мы не могли столько лет выйти из египта ты такое чудо совершил никто не мог никто из нас не мог это совершить исполним все что ты говоришь дал им заповеди проходит 40 дней 40 ночей грешная природа человеческая делает свою работу почему это важно понимать я хочу буквально братья если вы можете там это два слайда будет один будет на русском другой на английском это урок который мы преподаем для крещаем хорошие уроки братья и сестры возьмите почитайте вам полезно как сергей говорит по поводу разбора очень полезно поверьте мне мне полезно вам полезно всем полезно смотрите когда бог сотворил нас когда бог сотворил нас порядок божий в человеке наш дух он властелин это так как нас сотворил бог душа это слуга и тело это орудие исполнения но смотрите что сделал грех человеке он сделал так что тело стало властелином душа осталась слугой у него вариантов нет но дух стал пленником и мы верим и мы знаем что без духа святого дух не может стать властелином не может стать властелином очень важно понимать что он сатана не творец он не сотворил вот так человека сотворил господь и сотворил что в начале главное важное это наш дух это спирит потом идет солен барри но в нашей жизни греховной молодежь смотрите на это внимательно кто брал из вас уроки крещения надеюсь вы помните кто нет вот повторением от учения очень часто в нашей жизни сегодня когда наше тело она управляет душой и наш дух находится в плену вот если мы себя проверяем говорю откровенно знаю это как христианин не говорю как служители знаю это как христианин и каждый из нас должен знать это как христианин я уверен что дух христов который во мне он является властелином душа является слугой и тело это орудие исполнения это как я хочу жить для христа это как я хочу жить для Я уверен в этом, потому что знаю, когда Дух Святой обличает меня, сокрушает меня, когда я начинаю плакать и рыдать, и я понимаю, что где-то мое тело преобладает, оно начинает рулить, так как я духовно не хочу, мой Дух взывает. И эта борьба происходит всегда в человеке, но благодаря 50-му дню после Пасхи, когда Иисус Христос вознесся к своему Отцу, который сказал, что я вам дам утешителя, когда Дух Святой, извиняюсь, когда Дух на 50-й день сошел на всех людей, Он дал нам утешителя. И когда мы покаялись, мы приняли решение, что Дух, силой Духа Святого в нашей жизни становится властелином. Становится властелином. И это почему я говорю, что если каждый из нас хотел бы проверить себя и посмотреть, работает ли Дух Святой в моей жизни, все очень просто. Все очень просто. Когда вы начинаете видеть, что ваше тело рулит больше, чем ваш Дух, у вас душа, слуга, у него вариантов нет. Она будет служить там, где вы скажете. Но если вы разрешаете Духу Святому через ваш Дух трудиться, тогда тело является орудием исполнения. Какого? Какого исполнения? Когда мы готовы идти евангелизировать. Когда мы готовы со страхом ехать в Африку. Когда мы переживаем, но мы говорим конференция, мы не знаем, как ее проводить, а Господь говорит, не переживайте. Мой Дух, Дух Святой вам скажет, как все это сделать. Когда вы чувствуете, вы знаете, что это не вы. Потому что когда мы управляем телом, когда мы садимся за руль машины, когда мы едем, мы знаем, что это мы. Когда мы знаем, что мы взяли молоток и ударили себя по пальцу, мы знаем, что это мы. Духа Святого не нужно обвинять в этом. Когда что-то случается, когда наши мысли, наши желания, мы видим, что душа дает вот этот сигнал телу исполнять, то Дух, он пленен. Но если мы видим, что Дух Святой говорит нам, обличает нашу душу, говорит Духу нашему, как жить правильно, когда Писание касается нас, когда наше сердце начинает сокрушаться, когда мы становимся эмоциональными, мы понимаем, что мы поступаем неправильно. Вот здесь мы знаем, что Дух Святой действует в нас. Друзья, для всех нас, включая меня, хочется, чтобы каждый из нас, мы проверили себя. Знаете, с праздником вас, это огромный праздник, это хороший праздник. Но знаете, если это просто праздник, который празднуют другие религии, православные, католики, вот другие какие-нибудь, наверное, динаминации, но если в вас нет Духа Святого, если во мне нет Духа Святого, то это не праздник, это мучение, потому что тело, извиняюсь, Дух является пленником. Пускай Господь благословит каждого из нас, чтобы мы могли проверить себя и знать, что Дух Святой живет в нас. Быть уверены в этом и говорить, как Фома, Господь мой и Бог мой. Аминь. Помолимся. Бог мой, мы склоняемся все пред Тобой и благодарим Тебя за этот прекрасный вечер, служение, как и утреннее, так и вечернее, Господь, когда мы могли видеть, как Твое Слово в действии, Господь, распространяется. Те, которые хотят следовать за Тобой, Господь, и хотят быть крещенными в воде и быть свидетелями, Господь, и засвидетельствовать этому миру, что они Твои последователи. Господь, Ты, как и мы слышали, храни их сейчас, Господь, уже с этого дня, с этой секунды, с этой минуты. Господь, также молим Тебя, благослови наших братьев, которые решили трудиться для Тебя, Господь, которые посвятили свои силы для того, чтобы быть служителями в Твоей церкви, Господь. Поэтому мы умоляем Тебя, дай мудрости, Духом Святым наполняй, Ты их оберегай, защищай их всеми, Господь. Они нуждаются в этом очень сильно. И сегодня, Господь, вечером, когда вот этот прекрасный молодой виноградник, Господь, я вспоминаю, когда и к Тебе пришел, Иисус, когда Ты коснулся моего сердца, Иисус, я по-настоящему чувствовал, как мое сердце, оно мучается, Господь, как оно плачет, и как моя совесть начинает взывать к Тебе. Поэтому благодарен Тебе, Дух Святой, за то, что Ты коснулся меня, Господь, за то, что Ты открылся, Господь, за то, что Ты дал мне познание истины, Господь, и я свободно могу называть Тебя своим детем. Господь, я знаю, что Ты не просто моя надежда, Ты мое все. Ты мой, Господь, Ты Бог мой, Которого люблю, Которому следую, Которому приношу все молитвы, благодарности, Господь, Которого прошу, чтобы не оставлял и защищал не только я, но вся наша церковь, и мы все Твои дети склоняемся в этот вечер, и мы просим Тебя. Не оставляй нас, Господь, благословляй. Делай так, чтобы Дух возрастал, Господь, чтобы Он был властелином, чтобы Он, Господь, говорил, как действовать в душе, Господь, чтобы мы знали, как поступать и жить правильно, чтобы тело наше, оно было орудием исполнения, Господь, чтобы тело наше, Господь, оно исполняло волю Твою, Господь, и распространяло благую весть, чтобы Царство Небесное, оно расширялось. Господь, чтобы мы не просто держали это в себе, но, Господь, несли эту благую весть абсолютно всем. Умоляем Тебя, Господь, благослови всех нас в этот праздник, дай нам по-особому прочувствовать, Господь, и понять до конца, какую работу Ты делаешь в нас, Господь, и как Ты ведешь, и как Ты заботишься, и как Ты благословляешь. Но в этот вечер, Господь, мы просим Тебя, распусти нас с миром по домам, просим Тебя благослови молодежное общение, которое будет, Господь, просим Тебя, чтобы мы в нашей жизни, вот в этой рабочей неделе, могли, Господь, засвидетельствовать. Дай нам силы Духа Святого рассказать хотя бы одному человеку, Господь, который нуждается в благой вести, который нуждается в спасении, который нуждается в милости Твоей, в прощении Твоем, Господь, и в свободе. Слава Тебе, Иисус мой, за все, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим.